Здравствуйте, я Лилия Игликова. Гость я в студии зоны КИЗ, руководитель благотворительного фонда Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин. Аружан, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о закрытых группах в соцсетях, подталкивающих подростков к суициду. Насколько я понимаю, таких групп тысячи, и все они русскоязычные. В принципе, принцип один у этих групп. Ребенку дается 50 заданий, которые он должен выполнить в течение 50 дней, и последнее задание — это самоубийство. Ну, мне, допустим, до сих пор непонятно, только русскоязычные ли эти группы. Потому что я не мониторила англоязычный интернет. Может быть, там тоже это в какой-то форме присутствует, и там тоже родители и общество эти вещи обсуждает. Но то, что русскоязычных групп очень много, это огромная аудитория, это фактически все страны бывшего Советского Союза. Очень много детей живет за пределами этих государств уже в разных-разных странах. Поэтому теоретически, конечно, это такая мафия, которая свои щупальца раскинула, можно сказать, по всему миру. Причем у этой проблемы нет какой-то локальной территории, потому что опасности подвержены дети по всему миру, получается. Ну, видите, здесь, мне кажется, очень сильно зависит от того, где живет ребенок. Если у него там в государстве хорошо поставлена социальная работа, очень много доступного для занятий развития ребенка, он занят, это для него возможно, для его семьи, например, заниматься спортом, развивать себя в каком-то искусстве или в науке увлеченно. Тогда, наверное, как и в любой стране, бы риск попадания для ребенка в такие социальные группы был бы крайне низким. Но в наших странах, где мы видим, что эти проблемы есть, мы видим рост, вот мало того, что в принципе попыток суицидов среди детей, завершенных этих попыток тоже количество растет. Вот, и то, что они однотипные фактически, дети или вешаются, или они прыгают с крыши, это говорит о том, что мы пропустили очень много важных вещей, запустили в дома к себе вот этого врага, с которым сейчас нужно как-то справляться. Оружанная, ваша работа, это в основном работа с детьми. Встречались ли вы с фактами засасывания детей в подобные группы в вашей практике? Ну, напрямую в работе нашего фонда я с этим не встречалась. У нас просто в семье ситуация такая, что дочки, они дружат, у них есть компания, хорошая девчонок, и там одна из девочек, она вступила вот в эту группу, и они это обсуждают. Я не знаю, насколько там, то есть мама уже знает об этом, там ведется работа в семье и с семьей, но то, что у наших детей оказалось косвенное, такое участие, то есть они не имеют аккаунта ВКонтакте и ни в каких социальных сетях, но их другие подружки имеют свои страницы. Они с их страниц посмотрели, увидели и даже нашли страницы этого Филиппа Лиса, который был арестованный куратор таких групп. Они прочитали эти правила, они там нашли информацию о том, что дети, если они отказываются от этого 50-го последнего задания, то тогда им угрожают расправиться с их близкими и даже озвучивают адрес проживания ребенка. И уже из отчаяния, чтобы защитить своих близких, как бы ребенок идет на этот шаг вынужденно, да? И у моих детей, у нас было очень много разговоров на эту тему целых, вот пока мы не обсудили эту тему со всех сторон с детьми, они нас завалили вопросами, самое главное из них это кому это нужно? Мама, кому это надо? Это же не деньги, люди же не зарабатывают на этом ничего. И вот тогда им пришлось объяснять, ну, наверное, единственная для нас понятная мотивация для вот такого доведения детей до самоубийства, это то, что есть люди, для которых и вообще есть такие вещи, которые для многих значат больше, чем деньги. Для детей это пока еще может быть не очень понятно, это первый раз, когда они поняли, что власть, она может значить больше, чем деньги. Власть над человеком, какие-то возможности манипуляции личностью, это может доставлять удовольствие такое же, как, допустим, как испытывает садист, издеваясь над животным, либо издеваясь над человеком. То есть это те грани человеческого, как бы, явления, как человек, да, это вот то, на что не способны животные, да, на такое целенаправленное, осознанное издевательство над себе подобным. И вот мы детям постарались объяснить, что никогда нельзя поддаваться и втягиваться в такие вещи, всегда осознавать, что если это невыгодно со стороны финансовой, то может быть выгодно с другой стороны, и оценивать человека уже исходя из того, что он может быть на это способен. Причем даже скрытая власть может доставить немало удовольствия ее обладателю. А вот, кстати, один из задержанных в России администраторов такой группы сказал, что цель подобных групп, это циничное очень высказывание, это очистка человечества от биомусора. Может быть, это новое проявление фашизма, как вы считаете? Вы понимаете, что, к сожалению, почему-то мы, как человечество, умеем породить, каким-то образом еще находятся люди, которые готовы поддержать самые отвратные идеи, которые вообще антигуманные и против всего. Есть люди, я думаю, таких даже примеров там среди исторических очень много, которых унижали, не признавали, у которых не было возможности состояться как личность в чем-то другом, не было возможности заняться, не знаю, наукой, да, еще чем-то, проявить себя через что-то позитивное, через создание, созидание мира. Но вокруг были другие люди, а общество бывает крайне жестоким, особенно дети, которые могли унижать, могли по-всякому этого человека задевать, даже не замечать зачастую, что у него есть проблемы, ему нужна помощь и поддержка. Я не оправдываю. Я просто хочу сказать, что у нас в обществе при нездоровом социуме всегда есть люди, которые выйдут из него с вот такой озлобленностью и готовностью к уничтожению. Они придумывают себе мораль, они придумывают себе любую стратегию, да, там, объяснение их поступков. И поверьте мне, найдется немало тех, кто согласится, поддержит, возьмет этот флаг и понесет дальше. То, что арестовали этого человека, не закрыло эти группы. Они же не остановились. Там есть другие кураторы и модераторы. Кто-то же сейчас делает это в интернете, несмотря на то, что вот этот человек уже арестован. И самые чудовищные проявления вот этого, вот этих человеческих качеств обязательно находят сподвижников и поддержку. Это, конечно, ужасно. Но это зависит от того, какая среда, какая у нас вообще среда. Будет таких людей один или их будет десять, сто или тысячи. Вот это зависит от того, как мы живем внутри каждого государства и, в принципе, на планете. Фашизм же тоже поддержали. Сколько людей пошло за идеи Гитлера? Это сейчас стыдно. Но и даже сейчас есть люди, которые несут эти идеи и считают их правильными. Министр информации и коммуникации Деориан Абаев призвал не упоминать подобные группы в СМИ, дабы не рекламировать эти деструктивные сообщества. Тем более, что в департаменте госязыка информации МВД сообщили, что на нашей территории фактов самоубийства детей, связанных с суицидальными играми в сети интернет, не зарегистрировано. Так что же делать? По вашему мнению, нам следует молчать о том, что наши дети подвержены такой опасности? Или нам все-таки стоит обсуждать и призывать наше министерство обратить внимание на занятость детей? Вот пока жареный петух не клюнет, у нас, к сожалению, ничего не случается. Я с Дауреном Абаевым согласна. Нельзя это популяризировать, рекламировать. Но работу проводить именно с родителями, с детьми непосредственно нужно. Не через пропаганду, через средства массовой информации. Потому что только в этом случае личный контакт с каждой семьей, с каждым ребенком поможет насторожить родителей, проверить социальные сети детей. А я вообще сторонник запрета для несовершеннолетних, для участия в социальных сетях. Я считаю, что в любой социальной сети, в любом пользовательском соглашении написано, что могут пользоваться только совершеннолетние. Они заполняют эти анкеты, 12-летние пишут, что им 18, и никто не обращает на это внимания. Мы еще осенью участвовали в большом круглом столе, который был организован как раз таки Министерством информации. И направлен этот круглый стол был именно на защиту детей. И посвящен проблемам суицида. То есть, по факту, я знаю, что и Министерство внутренних дел, и вообще на уровне государственных органов проблема суицидов среди детей, она признается. И выходы ищутся. Там, кстати, был очень хороший опыт Казалородинской области, которые, кстати, запретили смартфоны в школах. И чтобы не говорили, что это свобода, ребенка, он должен иметь возможности и так далее, их опыт показал, что результаты, между прочим, очень положительные. И я думаю, я вот, кстати, ну, может быть, это будет для многих не очень приятно, но зачастую я все-таки приверженец жестких мер для решения проблем. Потому что, чтобы пациент выздоровел, ему нужно, допустим, сделать операцию. Это больно? Больно. Человеку неприятно? Неприятно. Восстановительный период будет не очень, как бы, таким приятным, да, но он выздоровеет. Точно так же и такие явления в обществе. Зачастую, чтобы общество выздоровело, нужно, чтобы, во-первых, признать диагноз, что мы сейчас видим, во-вторых, пойти на какие-то жесткие меры. Я думаю, что самое главное, над чем сейчас нужно работать, это вот признать основную проблему. У нас провалена работа с подростками и молодежью. Ее нет. У нас нет ни одного интернет-ресурса, раскрученного, полноценно, популярного. У нас нет для подростков и молодежи радио, даже радио. Нет телеканала. Вот за границей у них есть ТИДЖИ, есть разные телеканалы, рассчитанные на разные возраста. Мы с Ляли и Султан Козе, который генеральный директор, ой, который директор телеканала Балапан, часто об этом говорим, что мы не охватываем самую важную аудиторию страны, которые из-за того, что у нее нет ничего, ни площадки, где они могут высказать свое мнение, ни площадки, где они могут поделиться своими успехами. У них нет места в эфире, нигде, чтобы транслировать в общество свои проблемы. Поэтому они идут куда? Они идут в интернет, где очень много полезного, но есть очень большая помойка. И они попадают в эти все группы социальные, они попадают в различные секты, которые даже в регионах, религиозные в том числе. Они поддаются любому влиянию, которое окажется рядом с этим не оформившимся еще как личность человеком. Здесь речь идет о том, что все те приватизированные куда-то дома культуры, эти дворцы школьников-пионеров, дворовые клубы — это все. Вот если смотреть сейчас, спустя вот эти 20 с чем-то лет, как будто бы целенаправленная работа на разрушение нас, как целостного такого народа и деградации. Это же не нужно быть каким-то новатором, ученым, чтобы открыть какую-то планету, для того чтобы понимать, что если у детей помимо школы нет других занятий, и он предоставлен сам себе, а наших детей сейчас воспитывают кто? Такие же вчерашние дети, у которых не было возможности для саморазвития, поиска себя как профессионала, да, они уже не могут дать своим детям того, что должны, потому что им этого не дали. Страна развалилась, все кинулись искать корм, и все. Родители, получается, не имея возможности платить за то, чтобы ребенок ходил на футбол, на хоккей, на плавание, на скрипку, в конце концов, и танцы, они просто рассчитывали на то, что как-нибудь само по себе ребенок в школе получит то, что ему нужно. Не получит в средней школе, ни в какой стране, даже в самой развитой, ребенок тех навыков, которые даются именно через спорт, через искусство. Это самореализация, трудолюбие, это достижение, это соревнование, не в том, какой у тебя айфон или какие у тебя джинсы сегодня, а в том, что ты сделал своими руками, чего ты достиг. Вот эти очень важные для формирования любого общества вещи у нас отсутствуют. И что с этим делать? Это нужно, как будто бы нам объявили войну. Нужно брать и все силы кидать на развитие внешкольного дополнительного образования. Затаскивать туда детей, занимать их всем, чем возможно, из них выискивать те крупинки человеческого потенциала, которым нужно дать дополнительные возможности одаренных детей, которые завтра будут строить нашу страну. Спасибо вам за интервью.